Здравствуйте! В эфире новости Дагестан, в студии Патимат Ханапова. И вот о чем пойдет речь в нашем выпуске. Снова вместе, снова рядом. Об очередной встрече Сергея Меликова с плащиками и руководством компании Арси расскажем в самом начале. Испытания снегом и морозами. Погода ухудшается. И готовы ли к этому коммунальные службы города, узнаем через несколько минут. Капремонт под жестким контролем. Теперь за освоением бюджетных средств в школах республики будет следить специальный штаб. Дагестанские борцы классики вышли в полуфинал чемпионата России. Об этом в спортивном блоке новостей. Страсти по Арси и не только. Сергей Меликова в очередной раз встретился в Каспийске с пащиками комплекса «Фэмили Блоком». Напомним, глава региона был уже здесь в октябре прошлого года, когда ознакомился с ходом строительства домов. Ранее люди жаловались на то, что строительная компания требовала дополнительной платежи за квадратные метры, уже якобы покаженной стоимости за жилплощадь. Меликов тогда предупредил руководство компании о том, что необходимо выполнить обязательства перед вкладчиками. Между тем, в республике число обманутых дольщиков неуклонно растет, как и число компаний, которые не сдержали свое слово по своевременной сдаче домов в обещанные сроки. Смогут ли они достучаться до республиканской власти, так же, как и пащики Арси? На эти и другие вопросы постараемся ответить в расширенном сюжете новостей в следующих выпусках. Снеги-морозы в ближайшие несколько дней послужат очередной проверкой для системы ЖКХ Махачкалы. Как сообщает Пресс-служба администрации столицы, все коммунальные структуры переведены на усиленный режим работы и уже с раннего утра занимались расчисткой улицы от снега и обработкой антигололедным средством основных дорожных магистралей. В работе задействовано более 300 человек и 27 единиц техники. Напомним, что по прогнозам синоптиков, до конца предстоящей недели в республику вновь возвращается настоящая зима со снегом и заморозками до минус 10. За капитальным ремонтом в школах республики теперь будет следить специально созданный региональный штаб общественного контроля. Об этом заявил премьер-министр Абдул Муслимов на совещании правительства. В 2023 году по программе капремонта должны быть проведены работы в 139 школах республики. На ее реализацию выделено более 3,5 миллиардов рублей. Все мероприятия по заключению государственного контракта по капитальному ремонту школ необходимо завершить до 1 марта. Учитывая опыт реализации проекта в 2022 году, хочу напомнить всем главам муниципальных образований, участвующих в программе капитального ремонта, что срок завершения работы до 10 августа. И каждый глава муниципалитета несет персональную ответственность и своевременное завершение работы. Мы должны сделать все от нас зависящие, чтобы дети 1 сентября пошли в обновленные современные школы. Помимо капремонта, участники совещания обсудили проблему качественного питания в школах, особенно в части эффективного расходования средств, предусмотренных на эти цели. Начальников управления образования, директоров школ, как это можно? С федерального центра деньги пришли, мы их не освоили, деньги обратно ушли. Более 300 миллионов рублей. Такого не должно быть в этом году. Ну переведите, например, на 4-х разовое питание тогда детей, если у вас не получаются деньги осваивать. Покупайте качественную продукцию. Да я понимаю, там нормативы есть какой-то, но в любом случае деньги как можно детей не кормить. В Дагестане местную дорогу сделали федеральной трассой. Речь идет об автодороге Хасавюрт-Бабаюрт. Шоссе соединяет населенные пункты Хасавюртовского и Бабаюртовского районов республики, а также две федеральные трассы Кавказ и Астрахань, Кочубей, Кизляр, Махачкала. Интенсивность движения здесь составляет около 12 тысяч автомобилей в сутки. Дорожники сейчас выполняют работы по текущему содержанию дороги, устраняют дефекты покрытия и устанавливают новые знаки. Газовики и спасатели провели совместную работу по профилактике и предупреждению возникновения пожара из-за несоблюдения правил пользования газовым оборудованием. Акция проходила в жилом секторе поселка Семендер. В ней приняли участие и представители благотворительного фонда Инсан. В рамках мероприятия был обход домов с жителями, которых провели разъяснительную работу. Им также раздали буклеты, а внутри комнат установлены автономные пожарные извещатели. Совместно со специалистами Газпром газораспределения Махачкала было проведено благотворительное профилактическое мероприятие в местах проживания малообеспеченных семей. Всего нами было пройдено 7 адресов в поселке Семендер города Махачкалы. Специалисты Газпрома провели бесплатное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. Среди сотрудников махачкалинских ресторанов объявлен конкурс на лучшее знание книги «Благонравие праведникова». Об этом на встрече с персоналом одного из заведений говорил полпредмуфтиат Дагестана в Южном территориальном округе Хусейн Гаджиев. Религиозный деятель отметил, что лучшие знатоки книги получат ценные призы и подарки, среди которых и путевка на Малый Хадж. Мы вот с руководством обсуждали тоже, в вашем среде сети ресторанов «Перец» всех объявлен конкурс. Поскольку сейчас время тоже такое, каждый из нас, как говорится, должен работать над собой, улучшать свои нравы, объявляем конкурс, которым мы вот по этой книге «Благонравие праведников» будем проводить, положение конкурса уже отправили, будем проводить конкурс среди работников всех. Ну, уже в других ресторанах мы были, объявили, сейчас вам объявляем, рамадан месяц будет, это конкурс. Победителю владелец, он будет давать путевку на Умра, Малый Хадж, либо если он сам, говорит, захочет выбрать, он дает ему айфон 14 про, второму месту тоже будет такой же 13 про, третье место тоже он дает денежный приз. Поэтому вам для мотивации книги тоже, они сами приобрели для вас, возьмите, читайте, а кто лучше готовится будет, им уже будет приз. В рамках встречи Хусен Гаджиев также рассказал сотрудникам ресторана о благонравии и добром отношении к окружающим, в частности, к посетителям заведения. Как было отмечено, подобные духовно-просветительские беседы будут проходить регулярно. В духовном центре имени пророка «Мир ему» началась масштабная работа. Внутри мечети активно проводят кладку кирпича. В процессе задействованы как специалисты, так и добровольцы с разных районов республики. Помимо этого, в настоящее время полностью залит пол мечети. Идет установка окон и перекрытие крыши культового здания. У нас сегодня грандиозный субботник объединило 4 округа. Южный, северный, центральный, горные районы объединились. И представители этих районов, жамаат, пришли делать кладку. То есть мы за короткое время хотим завершить всю кладку этой мечети. У нас есть уникальная возможность поставить свой кирпич в стенах этой жемчужины. Принимайте актуальное участие. И приглашаем всех на это богоугодное дело. И о спорте. Дагестанские борцы классики вышли в полуфинал чемпионата России. Соревнования стартовали в Уфе. В столице Башкирии нашу сборную представляют 12 спортсменов. В числениях лидер команды победитель Кубка мира Милат Алирзаев. В первый день турнира Макачкалинец пробился в полуфинал в категории до 87 килограммов. В этом же весе до этой стадии подошел его одноклубник Магомед Муртузалиев. Они оба могут встретиться только в схватке за золото. Итоги чемпионата России будут подведены 9 февраля. Дагестанский боец ММА Абубакар Нурмагометов выступит на мартовском турнире UFC, который пройдет 11 марта в Лас-Вегасе. Он проведет поединок против бойца смешанных единоборств Карлсона Харриса. Для Нурмагомедова этот бой станет четвертым в промоушене UFC. На его счету 2 победы. Всего профессиональный рекорд дагестанского бойца в ММА насчитывает 17 побед. У Харриса 16 побед и 5 поражений. Смотрите выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!